Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале PandaPlay и интересная ситуация такая произошла, обновилась игрушка немного раньше, чем говорил разработчик, теперь у нас версия 1.9, там был режим x10 денег, легкий, если ты не заметил. И мы его, конечно, не будем сейчас выбирать, конечно, хотелось бы его выбрать и играть... Ой, как ты, ёпт, стамину добавили, спасибо! Ой, а что так все висит-то? А почему кровать мне развернула? Что произошло? Добавить в инвентарь, давай кровать сразу поставим, беда. Ну, кровать видоизменили, уже спасибо, здорово. А она же теперь здоровенная такая стала, что она не влезает к нам в комнату, представляешь? Вот так вот сделаем, вроде ровнёхонько. У меня сейчас немножко с ровностью не прямо, вот классно, да, но я... Блин, а что так фризит-то все? Почему она фризит? Она идет в 50 фпс, но она постоянно фризит. Она не пытается работать стабильно. Может, нужно убрать... Ой, здесь, кстати, добавили настройки, и она такая... Они такие... Вроде бы как бы хорошие, а вроде как бы бесполезные. Вот типа вертикальную синхронизацию можно выключить, фпс и увеличить уменьшить. Но у меня стоит 60, не знаю, почему он не пытается до них дотянуть. Хотя может. Но что-то прям тяжело. Поедемте в магазин, посмотрим, что нам добавили, что не добавили. Так, это было? Было, наверное. Сейчас мы освежим память, потому что давным-давно уже не было выпусков по этой игре. Будем сейчас заново изучать ее. Так, добавлена какая-то должна быть ферма, если мне память не изменяет. Ой, управлялка изменилась, по-моему, нет? А может и не изменилась. Я просто уже отвык от этой игры. Но теперь она просто-напросто висячая. Я не понимаю, почему она так висит. Так, давай откроем магазин. Поглядим, что у нас внутри может изменилось или нет. Что это за звезда? Что значит звезда в верхнем левом углу? Нет, без вертикальной синхронизации играть не могу. Прям кошмар. Прям ужасно. Так, дождь я отключил, если ты... Ну, как ты можешь видеть. И... Блять, что с вертикальной синхронизацией? Что без нее? Теперь мне нужна горизонтальная синхронизация. У меня что-то вообще во все стороны все плавает. Ужасно неудобно. Изменили вон внизу кружочки, я так понимаю. Шрифту кружочков. Теперь мы... У нас циферка находится не внутри кружочка. Что происходит? Тут закрыто, там закрыто. Здесь как все было, так все и осталось. Даже не знаю, что тут изменилось. Хрен его знает. Я вижу, что изменилось только... Я вижу, что изменилось только производительность. От этой игры. Еще вижу какую-то звездочку, которая... Которая что делает? Которая делает хреново поймешь что. Вот что она делает. Ну, в общем-то... Не поленился, я залез в интернеты. Почитал... Точнее, на страничке в стиме я прочитал обновления. Новая ферма здесь есть, значит. Невозможно, кстати, заболеть. Пойдем, сгоняем в туалет. Невозможно заболеть, если ты держишь все ниже 75. То бишь, если мы будем с тобой... Мыться, бриться, умываться и ходить в туалет вовремя, мы никогда не заболеем. Ну, еще есть, конечно же. Как без этого? Так. Вот. Добавили, значит, этот вот... Легкий режим игры. X10 денег. Добавили сюда... Исправили управление автомобилем. Систему торможения и всему тому подобное. Все тому подобное. Добавили новый автомобиль. Вот этот спортивный гоночный красный, который стоит в углу тут вот с левой стороны. Также еще тут что-то добавили... Что добавили-то? А, вот систему рейтинга, в общем. Когда жалуются покупатели на отсутствующие продукты, рейтинг магазина падает. Конечно, что за этим стоит, мы не знаем. Там вроде как не было написано на страничке в стиме. Возможно, когда-нибудь умельцы и знатки распишут в интернетах, что же это на самом деле значит. Ого, ничего себе, у тебя как все изменилось. Ты здесь джаббер. Вроде одна машина стояла раньше, да? Да, наверное, да. Написано, что еще будут цены меняться каждый день в магазине. Еще написали, что можно будет увеличивать цены на продаваемые товары. А, рекомендуемая цена... А, кар... Подожди, и сколько он стоит-то по итогу? За два... А, то есть... А, я продав, что ли, за 25? Или что? Current, 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 current. Normal price, current price. Покупаю за 31, продаю за 40, получается. Или что? Ладно, мы в это дело не будем вникать. Сейчас, по крайней мере, высокая цена. Хорошая цена. Ёшкин кот, зачем вы все это добавили сюда? Нет, это, конечно, здорово. Спору нет. Но... Прямо как-то все это лишнее. Но если бы игрушечка немножечко плавнее шла, конечно, может быть, было бы гораздо лучше. Пойдем сгоняем... Поедем сгоняем, точнее, в автомагазин. Посмотрим, сколько стоит эта машина. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не, управление не доработали. Нифига не доработали ничего. Как было все через жопу, так все и осталось. Так, мужичок, здорово. Мы приехали за покупку... За машиной, за вот этой. Ну, выходи. Что-то вообще как-то все работает. Пусти, снежка. Вот тебя на превьюху поставим. Давай вот так вот здесь будешь стоять. Нет? Вот так вот нормально? Нормально. А стесняется стоит, мой хороший. Спортивный автомобиль. 45 тысяч долларов. Ничего себе. Грузовик можно было за две с половиной купить. Или за сколько там он стоил. А тот спортивный автомобиль, который в принципе никакой пользы для нашего бизнеса не принесет, стоит 45 тысяч долларов. Ты кто в такие цены-то придумает? Что за ценообразование в этой игре? Так, туда мы не поедем, там мы все видели. Поедем направо. Я видел там водонапорную пашню и думаю, что... Именно там и находится какая-то ферма. Да, наверное, да. Вот изгородь. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и что это? Что это за шатер? Что с ним можно сделать? Можно сесть. Можно сесть и сидеть. Ну ладно. Бочки. Бочки, видимо, с водой. А, может быть сюда животину свою, которую мы купим где-то в каком-то месте, будем привозить. Или она здесь будет появляться, и якобы какой-то доход может приносить. Так, это exporting company. Здесь акция как... One of your vehicles has low fuel. Low fuel это сколько? Здесь почти фуловый. А тут сколько? 16. Это нормально, дружище. Ты не переживай. Я знаю, когда он у меня остановится. Не скоро. Блин, вы что, все такие теперь стоять будете? Глупость какая-то. Я не знаю. Написано было, конечно, что изменили вот это вот анимации, всякие вот хренации, положение, положение этих персонажей, всех неписей. Но что-то изменили, они походу все к одному, все привели. И теперь они все будут ходить вот так вот, стесняясь, держа руки на сам знаешь каких местах. Неугодных. Не неугодных, а непристойных. Вот. Что делать с фермой? Где ее купить? Как нам ее вообще тихо приобрести? Да я знаю, что у меня has low fuel. Что мне теперь? Побежать, что ли, куда-то? Не знаю. У меня нет с собой канистры. Их нельзя здесь заправлять. Здесь можно лишь поехать на машине и заправить. Тупорылая игра. Может быть, с левой стороны что-то есть с фермой связанное. Вот что-то за здание. Да, смотри, коровки стоят, овечки стоят, еще что-то стоит. И еще один стесняшка. Привет, 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 привет. Так, давай мы тебя вот возьмем вот так. Вот так. Вообще отлично будешь стоять. Вот так вот. Радовать меня своим взглядом. Они качают головами вместе. В такт. Сколько? Пятьсот долларов коровка стоит. А что нам с ней можно сделать? Овца, коровка и куры. Курица, курица. Это здорово. Мужик, а ты что здесь стоишь? Охраняешь их, что ли? Они никуда не убегут. Они вон, блин, послушные, какие заборы открыты, а они стоят. Ну давай. You don't have a farm yet. А как мне a farm yet получить, а? Как мне ее купить-то, фарму-то эту? Я же был только что на фарме, и там не было никакой кнопки покупки. Что-то меня вводят в заблуждение вот эти вот все ваши надписи глупые. Ну, поедем тогда вот сюда. Так, мужик. Пулин, ну все, конечно, фризит жутко, жутко. Написали, короче, что там что-то с тележкой сделали. И давай пойдем посмотрим на тележку. Все говорят, покупай тележку вот эту вот. Покупай, говорит, вот эту вот. Но, не, я так понимаю, он ничего не изменил. Просто она теперь спавнится будет у нас в магазине. Там что-то про спавн на этой тележке было написано. Я думал, просто вторую тележку добавили. Можно будет теперь такую покупать. Правда, зачем она нужна, если у нас есть желтая? Тоже непонятно. Пойдем посмотрим, что у нас там с банком. Что у нас предлагает банк. Какие кредиты, какие там всякие плюшки новенькие. Ничего не предлагает. Как была тысяча долларов в долг, так и осталось. Нет никаких нововведений с кредитами. Это как бы вроде бы и не обидно, но все равно как-то досадно. Так, 2700 у нас есть. Давай посмотрим, что у нас в ноутбуке. Сейчас я прям быстренько. Да, добавили здесь все-таки эту. Как ее называют? Автоматическое открытие магазина. И автоматическое закрытие, если нет товара на складе. Но товар на складе у нас всегда есть, поэтому он никогда не закроется. Автоплата счетов за электроэнергию. Это пока еще ладно. А, купить ферму за 3500. Ничего себе. Блин, слушай, ну у нас так... Что ты будешь делать? Почему ты так фризишь? Фризишь. Это прям ужасно выглядит. Это выглядит ужасно. Давай тогда займемся нашим с тобой любимым... Нашим с тобой любимым занятием. Будем расставлять товары. Будем расставлять товары. Почему-то с середины холодильника мы начали. Ну, а это никого не волнует. Мы просто будем... Расставлять товары. Я немножечко отвык делать это ровно. Давай немножечко чувствительность убавлю. На мышке, чтобы это было... Немножечко реальнее делать. И будет у нас все классно. Будет все хорошо. Будет у нас все здорово. Но в целом, знаешь, обновление такое себе, если честно. Во-первых, разработчик не обещал выпускать это обновление в этот срок. Он обещал выпустить эту обновлению 12 апреля, если мне опять не изменяет память. Как бы я это, по-моему, даже в ролике в каком-то говорил, что, мол, 12 апреля будет обновление, и мы будем с тобой как раз играть. То есть это должен был как раз быть тот же понедельник, да? Да, да, наверное, понедельник получается. И как бы я рассчитывал на понедельник. А тут получилось, что... Хренак, и она выходит в воскресенье, 4 февраля. Ой. Блин, какого февраля? Апреля. 4 апреля она выходит. Я ни сном, ни духом. Благо, есть добрые люди. Спасибо тебе, большой человек, что ты написал, что обновление вышло. Потому что я был крайне удивлен этому комментарию. Думаю, ну, ты опять меня обманывают. Ну, думаю... Ну, если меня обманывают. Думаю, ну, все, теперь я буду злой-злой. Потом захожу в Steam. Благо, с телефона можно заходить. Захожу в Steam, смотрю. Обновление 1.9. Думаю, ни хрена себе, вот это здорово. Вот это классно. Обновление. Думаю, а что мне делать теперь? А я даже не дома. Думаю, ну, надо домой приехать и записывать. Приехал домой, записываю. Вот видишь, сижу. Ну вот. Я к чему начал-то? Разработчик вроде как бы не обещал в этот срок сделать. А почему бы просто не выпустить ее в срок, который ты указал, и сделать немножечко, как бы, упор на производительность, как бы, чтобы вот она немножечко не вот так вот работала? А то она как-то очень ужасно работает. Очень ужасно уж. Ты понимаешь, когда игра работает плавно, сколько бы в ней, ну, всего не было, и сколько бы в ней всего ни не было бы, все равно она будет доставлять удовольствие, как она доставляла нам ранее. А сейчас висит даже, когда мы, вон, выкладываем товар на полку. Ой, я не пытался, я не хотел. Написано в обновлениях было, что там какие-то цвета, что-то еще там понадобавляли цвета каких-то продуктов, еще какую-то три буддистику. Короче, всякой ненужной хренатой надобавляли. Куча всяких переменных по типу цена у джабера меняться будет. Она нахрена там меняется? Я, конечно, понимаю, там рынок, все дела, но... Но не знаю. Ой, опять в нос капнул, чтобы у меня это немножечко отошло. А то опять дышать нечем. Представляешь, я гундосить начал. Я прям слышу, как я начинаю гундосить, и мне прям это бесит, надо капнуть в нос. Но я прям вижу, что изменили технику взятия бутылок и банок, ну, всего, короче, содержимого коробок. То есть я не должен там наводить, долго держать там... То есть я прям сразу вот нажимаю на F, и он берет. Ну, это... Это хорошо, конечно. Я, кстати, сейчас думал, что это улитка, а это оказалось курица. Ну, ладно. Так вот. Че я хотел сказать. Мы начали расставлять холодильник. А если мы начали расставлять холодильник, то... Ааа, яйца-то, яйца требуют теперь... Блядь. Пропали яйца. Что ж теперь делать? Что вот с ними можно сделать? Как я должен был их поменять местами, как сказать, переместить в другое место? За время... Какое время? Вот когда они испортились? Кто знает. Требуется холодильник. Я знаю, что требуется холодильник. Давай поставим его... Блин, ну вообще по-хорошему надо было пополам поделить, и шоколадное, и не шоколадное. Но нет. Вафельки здесь лежат. Вафельки вообще должны как раз-таки вон там стоять. Вот где-то вот тут. Нет, вот тут, вот так вот. Короче, вроде обновление хорошее. Большое. Вроде что-то там понаписано. Там, блин, три страницы А4 понаписали этих обновлений. Нововведений всяких. Но... Но что-то оно меня не впечатляет по... По итогу-то. Не впечатляет. Я не знаю, может быть тебе это нравится, но мне это не нравится. То есть как бы ни хрена не изменили, а... Только ухудшили производительность этой игры. И ты понимаешь, компьютер-то как бы не из плохих. У меня хороший компьютер, достаточно производительный. И как бы... В чем проблема? Почему он у меня идет в 58 фпс при заявленных в настройках 60? Непонятно. Если я поставлю 30, он будет играться в 28 или что? Или как? Но я просто сейчас не хочу ставить в 30, потому что у меня запись будет покоцанная, похезанная вся. Я не хочу так делать. Менять в эту частоту кадров. Ввиду потом технических неполадок с записями. У меня было уже такое, и он потом сопоставить частоту не может. И получается очень неудобно. Некрасиво. И... Ну и все, короче. Ну если так подумать... То обновление здоровское. Ну, на самом деле. Вот все, что там добавили. Учитывая, что это было сделано все в срок маленький. Как бы когда там 1.8-то было. Вот меньше месяца назад. Добавили они 1.8. А потом сразу прям месяц прошел. Но они много всего сделали. И то есть даже если бы это был не один человек, это достаточно много. А там делает, по-моему... Ну сколько там человек работает? Хрен его знает сколько. Может он один, может два, может три. Смотри, мы можем купить уже ферму. Но мы этого делать не будем. Потому что я... Потому что я не хочу сейчас покупать ферму в ноль. И да, написали, что... Бананов тут 10. Да, я вижу, что бананов тут 10. Ребят, я немножечко невнимательный. Ну не то, что немножечко я невнимательный. Я очень невнимательный. Ну что ж теперь поделаешь? Я ничего с этим поделать особо не могу. Я очень стараюсь быть внимательным, но... А моя внимательность где-то... Где-то в другом месте. То есть я может быть где-то в другом внимательный. Но не в количестве бананов в коробке. Многие очень резко реагируют на мою невнимательность. Или какую-то там затупленность. Как будто бы я, не знаю, я им жизнь сломал этим. Ребятки, относитесь ко всему проще немножко. Честно вам говорю. Это вам поможет в жизни. Это вам поможет везде. Нужно просто относиться ко всему. Ну, случилось так. Ну я тупанул, ты тупанул. Ну что ж теперь сделаешь? Ой, темно стало. Сказали, фонарь пофиксили. Ну да, фонарь пофиксили. Неужели он теперь просто изнутри растет? Из меня, из пупка вот откуда-то отсюда. И он реально освещает. Или не освещает, я хрен его знает. Флэшлайт, как вы... А, на L. Лайтинг, освещение. Во всех играх вообще флэшлайт пишут. Но здесь нам решили изменить и сказать, что нет. Дружище, не флэшлайт, а лайтинг. Они все реально теперь стесняться стали и стоят, схватившись за одно место. Вообще странно, короче. И зачем они изменили, как ее называют, вот эту вот фигурку человеков этих всех? Глупость. Глупость. Это вот глупость. Они как были нелепыми, так и остались. Ничего не поменялось. Если они хотели убрать вот эту вот скованность в их внешнем виде, то у них это плохо получилось. Они как бы стали еще более скованными. Согласись? Согласись. Ну, ребят, молодцы. Они работают над этой игрой. Они ее не забросили. Конечно, фалафель у них вот эта вот как бы тоже есть, и она как бы никуда не делась. И они бы лучше ее бы развивали. А они просто взяли и фалафель бросили, и начали делать то же самое с теми же даже самыми звуками, но с другим названием. Зачем вот это вот было нужно, я не понимаю. Видимо, им казалось это гораздо более правильным и гораздо более как-то логичным. Забросить тот проект и начать вот с этого. Ну, делая их правильно, мы играем в их проекты, мы играем в их игрушки, которые они стараются, делают, или он старается, делает, как бы, наше дело поиграть, наше дело пройти, наше дело что-нибудь купить. 3,580 у нас на счете, опять же я повторюсь, не на счете, а в кошельке. Ой. Ну да, фонарик вроде светит. Как бы тут, как были картинки, так и остались. Здесь лампочки, здесь все, короче, по старинке, ничего здесь не прибавилось. Я просто хотел посмотреть, мало ли здесь хоть что-нибудь добавили или изменили. Вот это вот... Ой. У тебя там синий экран смерти. Починить надо, эй. Ты как здесь вообще это-то? Работаешь-то? М? Стесняшка. Ну все. Все. Все люди, которые брали кредит, теперь никому не должны. Все архивы потерлись только что. Вот. Как бы, что я хотел сказать? Я что-то хотел сказать, а что забыл. Прикинь, прикинь. Пишут мне. Это не ткань, это... Там написано... Папер. Папер. Во-первых, не папер, а папер. Или как там правильно это читается? Ну точно не папер. А... Во-вторых... Кстати, да, и к тому же еще человеку относится, который писал, что это салфетки для вытирания, там, чего-то там для уборки на кухне. Тут написано toilet paper. Это туалетная бумага. Обычная туалетная бумага. И я знаю, что это такое. Чего же вы не понимаете самых простых вещей? Я знаю, что такое туалетная бумага и как она выглядит. Я просто говорю, как написана ткань. Написана ткань, я называю это тканью. Кстати, поправили эту. Управление написали, что поправили во всех вот этих вот... Транспортных средствах. Ну как бы, как он боком ездил, так он и ездит. Ничего не поменялось. Вон, он просто... Он еще хуже стал ездить. Ох, еб твою мать. Он еще хуже стал ездить. Он просто... Он вообще теперь не ездит. Он просто... Вот я... Ох ты ж, ничего себе. Сальтухи выкручиваю. Вообще отлично. Фары здесь очень полезны. Можно как-нибудь отрегулировать и поставить... И поставить их чуть выше. Кстати, хочу заметить. Видимо, фары светятся из меня. Потому что... Ладно, мы не будем ездить на этом чуде света. Потому что это невозможно. Фары светятся именно из меня. Потому что, потому что. Потому что... Ого, вот тут вот фары классные. А, там что, фары не было, что ли? Там, получается, не фара была, а там просто фонарь мой. Ясненько. Пойдем к Джабберу, что ли? Закупим что-нибудь и... Будет вообще все хорошо. Закупим все у Джаббера. Сможем у него... Ммм... Как тебе сказать? Сможем у него закупиться по дешевым ценам. И... Тогда... Продать по дорогим ценам уже у нас. И продать так, чтобы купить ферму в этой серии. Ферма нужна, ферма и курей купим. Давай купим здесь... Пиццу нет. Бургер. Вот бургер купим. Ешь давай. 46. Хорошо. Чего? Блин, ну вот эти вот фризы и зависания, это прям... Какой-то ужас. Такого не было вообще ни разу. Она даже когда вышла в самом начале, она такая логованная не была. Она... Работала мягко. Она приятно работала, как вот этот вот грузовик. В нее было удобно и приятно играть. И сейчас она фризит просто после каждого поворота моей мышки. То есть, да, в машине она не фризит, потому что, наверное, как-то отличается все-таки прорисовка обзора из машины и снаружи. Но все равно. Прям как-то неприятно было. Вот, я нажал на Q, а она зависла. Кошмар просто. Что-то сделали здесь с производительностью дикое. И она теперь не хочет вообще работать правильно, как должна работать. Ну, ребятки, вы, блин, одно лечите, другое калечите. Это нехорошо. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, блин. Давай фонарик, может, выключу. Может, это из-за него. Тортики у нас по сколько? 590 раньше стоили. Current Price. 575 стоит. Смотри-ка. Вот можно... Хотя нет, тортики мне... 3555. Высокая цена, хорошая цена на арбузы. Чуть колотиться. Арбузов надо купить. Блин, да это что такое-то? Вообще, что-то с игрой стало. Ужас, ужас. Высокая цена, хорошая цена. Ну, хорошая, ладно. Не очень она хорошая, она нормальная цена. Высокая цена. Блин. Слушай, раньше мы хоть с тобой не заморачивались, мы просто покупали всё, что было, и всё. Сейчас нам нужно ещё и смотреть на цену. Это капец, мне кажется. Это усложнит мне жизнь и тебе жизнь при просмотре моих видосов. Это... Тратить будет времени теперь в два раза больше. То есть мы раньше приходили сюда, вот все консервы покупали и не парились. Сейчас же... Ой-ой-ой. Сейчас же, чтобы это всё сделать, нам... Нам нужно... потратить уйму времени. Посмотреть цены. Ну, теперь как бабушка в магазине будем ещё... Лупу нам нужно взять, очёчки и смотреть. На цены в магазине. Да вообще, как все люди, блин. Все люди ходят, смотрят. Чё я бабушкам пристал, правильно? Ну, давай возьмём... Кукурузных хлопьев. Короче, после какой-либо операции в этой... В этой игре... Происходит зависание. Да-а-а-а-а-а-а-а. Да-а-а-а-а. Холодильник. Яйца, мясо, йогурт. Йогурт, как я и раньше делал, теперь стоит в холодильнике. Теперь официально он признан холодильным продуктом и... И вот так вот теперь понимаешь... кошмар 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 просто кошмар эти печенюшки мог бы я купить если бы они стоили чуть дешевле ну давай вот этих вот купим пойдем подойдем к кару и к машине ничего не работает здесь ого а там и было все это ухухухой блин да что ж такое бросает фпс-ку ты не представляешь как я вот смотрю сейчас 40 в 60 40 60 вот здесь бегаешь от от 50 до 60 хотя вообще ничего не происходит понимаешь огурцов давай они нормальные по цене то были до нормальный по цене я вот вообще я теперь буду буду еще 150 лет привыкать к вот этому вот вот этому вот просмотру цены я не могу привыкнуть к этому я не смотрю на ценники здесь я просто покупаем я же ведь есть деньги я просто беру да покупаю зачем мне думать то сколько это стоит а получается что мы сейчас можем купить по низкой цене и загнать наверно подороже самое главное в этой игре теперь смотреть на цены и смотреть на наличие продуктов достаточного на наличие достаточного количества продуктов которые вот у нас магазине есть чтобы нихрена он светит чтобы покупателям было чё покупать короче чтобы они не жаловались чтобы они смотрели на наши на наши полки не говорили блин у тебя нет ни черта мы у тебя ничего не будем покупать больше то есть я так понимаю рейтинг на что всякого то влияет и нам не нужно падать в грязь в грязь лицом может быть там нам будут запрещать повышать цены на то у меня прям вызывает отвращение эта игра то есть пока вот я думаю что это пока 1 1 и последняя серия на 1 и 9 так как количество фризов в этой игре но меня несомненно разочаровывает и поэтому поэтому просто поэтому пока просто вот мы вот эту вот серию запис записываем а следующий наверное не будет пока не поправится это управление щита купить ферму 3 500 автооплата я хотел изменить название супермаркет на новое название у нас будет с вас с тобой панда play shop да 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 панда play схоб или там будет написано схоб не знаешь и цвет черный спасти пусть пасть пусть быть спасенным блять вообще ужас ужас мне прям неприятно вот так вот мы сделаем на превьюхе вот вот как то вот так наверное нужно будет сделать чтобы она была вот вот так да что вы все мне писать начали да что ж ты будешь делать хватит хватит все вот так отлично превьюшка есть есть яблоки есть есть мы товар будем выкладывать но что у меня прям что у меня прям вообще желание выкладывать товар такой игрушки нет так как она фризит как здесь ровно можно что-то выложить и быстро если тут просто одни сплошные зависание я знаю так схватить не схватить здесь еще был что-то написано по поводу этих цветов каких-то товаров что-то еще там я не понял как этим пользоваться и видать не пойму а это все теперь касса то есть ай блин вообще просто прям не могу у меня нервы сейчас не выдержит просто прыгаю просто жить прыгаю ничего такого не делаю что с тобой сделали игра была же ты хорошая была же ты вообще не висела ни капельки почему ты сейчас висишь почему ты сейчас выглядишь так как будто блин тебя откатили назад они не обновили вперед что с тобой случилось хорошая моя ой блин плачевно все конечно куки файлы огурцы вот сюда положим шоколадное молоко лэ вот сюда к обычному молоку мы поставим его вот сюда сюда вот так вот мы сделаем и вот так ну блин прыгни ты нормально не зависай пожалуйста поставим его вот сюда святая коровка а раньше было написано о холикау да или нет просто наверное было наверное было написано мне кажется я что-то такое припоминаю я что-то говорил про это уже что святая корова плачет что-то еще я что-то говорил такое может и нет может это я себе уже придумал а чё почему бы мне не придумать все можно а мне нельзя что ли я чё лысый блин смотри как у меня отлично получилось поставить молоко но блин но это ужас но это ужас я может тебе надоел уже вот этим вот фразами а-ля фризит а-ля там блин разработчик не постарался но ты же сам видишь как можно не критиковать то что нужно критиковать то что блин за за то что я отдал деньги свои деньги собственные мне кажется если булочку невкусную купишь в магазине за 15 рублей то ты тоже будешь говорить фу блин она невкусная так почему же мне человеку купившему булочку за за 450 рублей или за сколько она там стоила эта булочка не критиковать бы ее почему бы мне ее не критиковать это булочка такая знаешь дорогая достаточно булочка получилась и помимо дороговизны она еще и несъедобная она еще со скорлупками какими-то понимаешь вот она вот просто я головой верчу а она просто вот вот что это такое я просто кручу мышкой и она падает в 9 fps 9 понимаешь 9 fps это что такое 9 fps 2021 году на компьютере хорошим достаточно хорошим понимаешь это если у меня компьютер блин там был двадцатилетний да я бы не говорил никаких там этих плохих слов в эту в адрес этой игры но так как компьютер то собран прям так и недавно совсем прям ну прям да прям могу сказать что он даже новый не прям конечно но новый и все равно вот весь фризить игра на таком компьютере она не должна тем более такая я понимаю там еще не знаю какой нить шутан в 60 fps не всегда стабильно идет да но но там на высоких настройках я понимаю что я здесь поставил ультравысокий давай поставим какие нибудь не не вери хай а хай будет она продолжать фризить нет будет будет ей посрать какая у меня настройка графики или не будет да будет будет я вообще фиолетово она не за графики фризит она фризит она фризит потому что это тупая игра ладно ладно не настолько все критично но ладно что я кого обманываю критично конечно не должна она так висеть не должна давай разработчик исправляй все эти баги исправляй все вот эти вот фризы потому что это не дело хочу есть вкусную булочку они вот это вот и до писали что типа можно будет изменять цены но вы как увидели уже что здесь цены не меняются этот магазин знаете этот магазин этот симулятор торговли не совсем а торговли то есть здесь вроде как бы все можно делать но все таки есть какая-то организация которая занимается установкой цен ценообразованием здесь и как бы шагнуть сверху этой компании невозможно и так выходит что мы не имеем права поставить наверное как его цену выше чем положен бобов мы сюда поставим ты видел когда они она фризит когда игра начинает фризить я видел она начинает фризить когда появляются даже мужики вот эти вот смотри сейчас 2 появится сейчас 59 фпс 57 60 54 53 да она прям провисает как на десятку когда появляется мужик ну конечно не знаю что они там с ней сделали такого с этой игрой что она стала ты за вот этого висеть но видать что-то они ей похезали порезали получилось вот что получилось обновление кстати весело хрен да ни хрена там гроши скачались за полминуты буквально и еще за полминуты установились там мегабайт может 200 я не знаю сколько там скачалось сколько за полминуты обычно скачивается полминуты там мегабайт 300 может максимум сколько вот все погнали ферму покупать ферму купим и закончим потому что это издевательство издевательство над собой над тобой вообще над всеми зайдите в магазин животных чтобы купить скот отлично хорошо что я вы показываете обучалочку пойдем купим скот какой-нибудь а скот куда девается когда я когда я его покупаю не знаешь я тоже не знаю хотелось бы чтобы он появлялся сразу на ферме так как на чем я его повезу хотя я специально взял пикап для того чтобы перевести курей как например в ренчер симулятор можно брать класть собак этих всех животных в багажник и перевозить нет морепродуктов снизили немножко рейтинг ну беда какая все равно ничего нам это не дает так ну мы можем взять и пи 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 коровку купить мы не можем можем купить одну овечку или же кур докупим вот так четырех кур и зарубим их нахрен а стой а где они у нас есть не знаешь на ферме появляются сразу или где нет это рак в пикапе не появилась значит появились на ферме поедем на ферму посмотрим что там у нас есть и закончим на этом ну там на продавали уже ого-го сколько всего смотри там вот только что прям при мне 60 заработалось думаю можем и овечку сейчас затарить мне кажется я еду не туда да да я еду не туда поедем я немножечко прокатил мимо заговорился я хотел сначала магазин заехать а потом хотел по поводу куда я хотел еще заехать потом еще хотел заехать за овечкой а потом уже поехать туда но планы в голове у меня быстро поменялись поэтому мы едем сейчас на ферму смотрим на кур и едем сохраняться в магазин вот и все нет яиц есть все испортились чего же я могу сделать и где куры которых а вон и вон и вон не да или мне кажется получите доход фермы от рабочего мне еще рабочего нужно нанять сюда серьезно ухи дорогу фармер взаимодействие но у маней ты коллект а когда маней будут-то маней-то когда появится кур мои где я не пойму куда я должен пробежать чтобы кур увидеть своих вон они вон они смотри-ка вон не ходят или не ходят что они там делают ходят ходят бродят здорово 25 цел давай тебя вот так вот сделаем еще чтобы ты была у нас на превьюшечке вообще все будут на превьюшке мужик стесняющийся и куры и панда play shop и вообще все так так то в принципе нихрена сюда не добавили кроме этой фермы вот и все глупость какая-то короче получилось они игра не обновление все уже дальше дальше далее и но маниту коллект и когда это коллект появится вообще непонятно короче поедем поедем в магазин сохраняться и прощаться с тобой будем приехали в магазин наш давай сохраняться собирать прибыль уходить давай 603 доллара в наш на нашем счете в нашем кошельке давай сохраняемся на нашем ноутбуке и все в принципе фризы как были так и остались ничего не изменилось класс электричество кончилось давай оплатим электричество еще конечно мне не жалко и а кстати нужно посмотреть теперь как холодильники работают из-за этого электричества 195 и 150 245 245 долларов переводим в банк с банка 150 переводим на карточку и бежим 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 кстати мы можем заболеть в любой момент так как у нас все характеристики ушли ушли и нам нужно их понизить быстро быстро срочно понизить помыться побриться и сохраниться вот оплатить счета за электрик а так забыл посмотреть представляешь забыл шел знал не внутри холодильник как был так и остался это вот не исправили уже хорошо так оплатить счета за электричество сохранить еще разок и все спасибо тебе за просмотр за то что досмотрел до этой минуты комментирую лайки ставь подписывайся если это еще не сделал до встречи в новых видео и пока